здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжаем работать над шкатулкой очень надолго мне пришлось оставить свою работу так как я сильно болела но сейчас с удовольствием возвращаюсь к этому приятному виду творчества к резьбе по дереву сейчас я выбираю фон круглой стамеской затем на этом месте появятся ели но сейчас мы вернемся к нашей сказке серебряная копытца прошлой серии прошлом видео мы закончили на том что даренка и муренка ждали своего хозяина а он к кованя ушел на ходу и так слушаем продолжение сказки устраивайся поудобнее мой дорогой друг и послушай сказку серебряная копытца легла даренка рядом с кошкой да и уснула до утра другой день прошел не воротился как а ваня скучненько стало даренке а не плачет глядит на муренку да приговаривает не скучай мурешушка завтра деда непременно придет муренка свою песенку поет посидела опять даренушка около окошка полюбовалась на звезды хотела спать ложится вдруг по стенке топоток прошел испугалась даренка а топоток по другой стене потом по той где окошечко потом где дверка а там и сверху запостукивала не громко будто кто легенький да быстрый ходит даренка и думает ой не козел ли то вчерашний прибежал и до того ей захотелось поглядеть что и страх не держит отворила дверку гляди а козел а козел вовсе близко правую переднюю ножку поднял вот топнет а на ней серебряные копытца блестит и рожки у козла о пяти ветках даренка даренка не знает что ей делать да и манит его как домашнего мека мека козел на это как рассмеялся повернулся и побежал пришла даренушка в шалаш рассказывает муренке поглядела я на серебряная копытца и рожки видела и копытца видела не видела только как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает другой раз видно покажет муренка знай свою песенку поет правильно говоришь правильно третий день прошел а все какова не нет вовсе затуманилась даренка слезки запокапывали хотела с муренкой поговорить а ее нету тут вовсе испугалась даренушка из шалаша выбежала кошку искать ночь месячная светлая далеко видно глядит даренка да кошка близко на покосном ножке сидит а перед ней козел стоит ножку поднял а на ней серебряная копытца блестит муренка головой покачивает и козел тоже будто разговаривают потом стали по покосным ложкам бегать бежит бежит козел остановится и давай копытцем бить муренка подбежит козел дальше отскочит и опять копытцем бьет долго они так-то по покосным ложкам бегали не видно их стало потом потом опять к самому шалашу воротились тут спрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить как искры из-под ножки камешки посыпались красные голубые зеленые бирюзовые всякие к этой поре как раз как каваня и вернулся узнать своего шалаша не может весь он как ворох дорогих камней стал так и горит переливается разными огнями наверху козел стоит и все бьет серебряным копытцем а камни сыплются да сыплются вдруг муренка скок туда же встала рядом с козлом громко мяукнула мяу мяу и ни муренки ни серебряного копытца не стало какаваня сразу пол шапки камней нагреб да даренка запросила не тронь деду завтра днем еще на это поглядим какаваня и послушался только к утру то в снег большой выпал все камни и засыпало перегребали потом снег то да ничего не нашли ну и мы того хватило сколько какаваня шапку нагреб все бы хорошо да муренки жалко больше ее так и не видали да и серебряный копытца тоже не показался потешил раз и будет а по тем по костным лошкам где козел скакал люди камешки находить стали зелененькие больше хризолитами называются видали вот и сказке конец а кто слушал молодец сказка закончилась удивительная красивая но мы продолжаем работать и скоро наша шкатулка подойдет к завершению и так я опускаю поверхность елочки сначала большой выборкой потом у меня будет совсем маленькая тоненькая тоненькая выборка я уже буду показывать фактуру иголок показать ее мохнатые лапы ну а пока я вырезаю мы с вами еще можем поговорить по мифологии интересно что по древнеславянским поверьям два раза в год является на землю золоторогий олень серебряным копытцем первым своим приходом он предвосхищает появление светлого ярила его встречу с матерью землей все тогда радуются от светом от серебряного копыта и зверьё и трава и деревья и человек второе появление золоторожца не так радостно он приходит осенью и от свет его от копыта сулит уже уменьшение дня и рост ночи уходит олень и уводит ярилу вдаль дальнюю вот так знак на серебряное копытце ведь наверное многие слышали подобные языческие легенды и у других народов например у манси на приполярном урале и там олень также связывается с приходом золотого диска солнца на землю вот и наша бажовская косуля всего лишь несёт на себе знак наступления весны самого главного праздника у всех без исключения народов а украшен этот праздник хризалитами вот такой вот камень получается главный камень праздники света хризалит называют вечерним изумрудом получил такое название благодаря оптическому свойству еще и древние риблине это заметили с наступлением темноты или при вечернем освещении минерал теряет свой зеленовато-желтый оттенок и становится насыщенным изумрудно-зеленым цветом в древности коварный камень обманул немало искателей сокровищ потому что при солнечном свете найденные изумруды превращались в хризалиты так так вот такая вот интересная история друзья сегодня я вам покажу как делаю фактуру вот такого дерева на избушке на деревянной у меня есть очень удобная выборка маленькая совершенно посмотрите какая крошечная и вот с помощью нее можно сделать фактуру просто выбирая полоски сконцентрировалась и вот так вот ребята снимая слои мы задним убираем и бумагу и показываем фактуру сейчас можно перейти к крыше вот здесь снять тоже тем самым будет и объем и контур подчеркивается рисунком ну и просто интереснее будет эффект при тонировке потому что морилка будет попадать как раз в эти углубления и придавайте дополнительную графичность нашей работе ну а теперь я перехожу к елочкам к веточкам делаю фактуру иголочек кисточку кисточку смачиваю теплой водой и прохожусь по поверхности там где у меня наклеена бумага немножко нужно подождать и бумага идет волнами и легко снимается вот такой прямой стамеской я прохожусь видите как она легко отстает ну а затем я буду когда поверхность высохнет дальше работать с ней и вырезать вот я сняла почти всю бумагу осталось немножечко и буду дальше работать вырезать также нужно будет прорисовать деревья вот здесь вот как на эскизе небо луну но это все будет потом также вот здесь вот рисунок много предстоит работы именно с елками так как здесь богатая фактура нужно будет показать и объем и красоту веток и что они склонились под тяжестью снега но в принципе задача решаема вырезаем на переднем плане те елочки которые поближе мы больше делаем детализацию больше добавляем элементов а те елки которые на заднем плане там конечно детализации поменьше сейчас я восстанавливаю рисунок который срезала вот эти вот ели сейчас я изобразила и здесь на просок сделала это будет ель выше потом ниже ниже планы будут спускаться и примерно здесь будет луна ну я еще потом буду опускать и снова подрисовывать вот так достигается перспектива нарезных работах вот так постепенно движением за движением появляются наши елочки для того чтобы сделать глубину в этой работе показать что есть далекий лес конечно это дело не быстро резьба вообще требует терпения усидчивости и самое главное любви к этой работе я уже рассказывала что серебряная копытца одна из моих любимых сказок божова и я уже вырезала шкатулку именно на эту сказку то есть со всех сторон шкатулки были сюжеты именно данной сказки и конечно этот сюжет мне было очень интересно повторить и в большой шкатулке которую я сейчас вырезаю все вы помните что сказ начинается как раз со старика да жил в нашем заводе старик один по прозвищу каковане думал интересно почему у него такое прозвище есть словарь пермских говоров что слово каковать обозначает горевать тосковать печалиться еще и слово каковеть замерзать стынуть застывать но скорее всего я склоняюсь что это значение словаря пермских говоров так как старик действительно одинок семьи у каковане не осталось и вот он взял дети сиротку совсем не случайно в произведении серебряная копытца автор использует образ кошки все мы знаем кошка такое удивительное животное которое живет рядом с человеком более пяти тысяч лет это гордое независимое но чуткое и отзывчивое на доброту существо именно поэтому кошка не только вошла в мифологию разных народов но и стала героем многих многих фольклорных и литературных произведений кот по древнему поверью связан с потусторонним миром миром снов и видений по славянской мифологии он сотворен из рукавицы Девы Марии носит сон в рукаве бережет малых деток и гонит прочь нечисть на Руси кошка ведь все мы знаем издавна почиталась как хранительница домашнего чага символ уюта и во многих странах есть примета прежде чем войти в новое жилище надо впереди себя пустить хозяйку кошку ну она как бы обеспечивает благополучие там где она ложилась ставили кровать мудрость издавна приписывалась кошки и это нашло отражение и в образах сказочных ученых сообразительных очень котов вот вспомните кот Баюн персонаж русских волшебных сказок пушистый ученый кот пушкинский кот Котофеевич персонаж русских народных сказок так что и в каждой семье есть эти удивительные персонажи и у меня двое есть чудеса сказа серебряная копытца продолжаются и в реальной жизни но они продолжаются для тех кто чист душой добр трудолюбив и пользуется богатствами природы не в корыстных целях а для общего блага так Бажов решает проблемы истинной нравственности душевной красоты достоинства трудового человека у Урала ну конечно каждый из нас удовольствием почитает этот сказ мне еще нравится язык произведения эти разговорные интонации персонажей ласковые обращения героев друг к другу такие очень краткие но точные характеристики особенный уральский который так умело пользуется Бажов произведение нет ничего лишнее каждое слово несет такую большую смысловую нагрузку ведь когда он тоже работал над произведением он очень долго искал слово когда не мог заснуть так и засыпал а утром просыпался и ему приходило и он писал дальше свои сказы по моему мнению такую книгу мог написать только глубоко душевный умный человек и мудрый таким как был уральский сказочник Павел Петрович Бажов ну а на сегодня все я заканчиваю наше видео продолжение смотрите в следующих сериях я желаю всем удачи и вдохновения творите друзья пишите комментарии ставьте лайки буду очень рада до новых встреч удачи то что может хотим оставаться наше первых